Я уже начала готовить говядину Веллингтон. Вот так вот это выглядит. Для начала мясо обжаривается на сковороде. Я не буду вам рассказывать подробный рецепт. Его абсолютно несложно найти в интернете. Вообще с говядиной я работаю редко, но желание брата почти закон. Поэтому я делаю впервые говядину Веллингтон. Как раз в видео звучало такое, что желание мужа это закон. Не показано. Ну, мы просто слушаем и отвечаем. Почему? Тебя нельзя показать. Не хочу. Ну, ладно. Я вас тоже... Было в этом видео такое. Не помню, я не знаю. Посмотри и ответь. Сейчас, подожди секундочку. Не могу открыть кухонный комбайн. У меня здесь очень странная, крышеобразная коричневая масса. Это, чтобы вы понимали, дюксель из шампиньонов. А если по-простому, просто перемолотые, пока еще сырые шампиньоны. Мясо тут поджарится. Потом немножко отдохнет. В общем, что будет потом, увидите потом. Вот эти дети непослушные. У нас есть кукла, которую мы, ребята, купили на барахолке. Вера ее назвала в свое время Человек, а теперь говорит, что ее зовут Маша. Так что познакомьтесь с Машенькой, красавицей. А это мой пензинчик, который родителю извиняется. А вот мои садички и глупые кусички. Класс. А вот наш... И еще Леха. Леха. Наш Ойче. Отец Алексей. Занимается просвещением своего младшего наследника. Очень смешно. Что выливало смех, Арсений? Леоночка, как ты тут без меня? Крошка моя. Все хорошо с папой? Вот это книга. Даже ты очень умный, да? Книжки детям читаешь. Ты сам читаешь. Хоть что-то. С добрым утром, Карлхен. Да. А сейчас уже день. Смотрите, как у меня вымахала манго. Пора уже скоро его будет пересаживать. Просто огромнейшие листья. Я не знаю, что будет дальше. Дальше уже должно быть клады. Чуть попозже. Окей, мне там мясо сейчас сгорит. Умничка моя. А давайте я вам что-то скажу. Что вижу, то пою. А что, это плохо? А давайте я вам что-то скажу. Это жизнь. А давайте я вам что-то скажу. У меня будет свой цветок. Да. Скоро у тебя тоже будет свой цветок. А у меня уже есть пьялка. У меня здесь парамская ветчина. В общем, это, конечно, парамская ветчина белорусского производства. Ну, что есть, то есть. Мне ее порезали в магазине, опять же, недостаточно тонко. Я думала, что будет гораздо лучше. Не знаю, как-то довольно это сделали неаккуратно. Некоторые куски, даже вот этот кусок мне пришлось самой подрезать, потому что он какой-то толстенный получился. Сейчас вот сюда я выкладываю дюксель из шампиньонов. Это просто пюре, которое сначала я перемолола шампиньоны, потом выпарила из них, выжарила всю-всю-всю воду, добавила немножко тимьяна и натуральные приправы карпатские с белым грибом, то есть шампиньоном, придала еще большего грибного вкуса. Сейчас вот сюда я выкладываю дюксель, сверху мясо, заворачиваю и потом уже готовлю тесто, в которое непосредственно будет завернут весь этот мясной рулет. Было еще рассказать вам, что мясо сверху обмазывается горчицей. Должна быть по рецепту английская, но так как такой в Минске что-то я не наблюдала, то вот такая вот простая, острая, боярская горчица вполне себе, я думаю, сыграет роль английской. Ну, выглядит аппетитно. Посмотрим, что будет на выходе. Вот таким вот получился рулет, который, как вы видите, круто расперло. Какой он внутри, увидим, уже у родителей. Я его готовила с помощью термощупа, который показывал температуру мяса внутри. По идее оно должно быть где-то медиум прожарки. Ну, или чуть ближе к Вэлдан, посмотрим. Но жаль, что он так расползся. И дедушкин помощник помогал дедушке. Покажи, что в этом делаешь. Мам, а можно он босиком? Нет, Вера, босиком, у тебя не так жарко. Решили так, папа, запечь, да, баклажанчики? Решили так баклажанчики с помидорами запечь? Класс. Ух ты, класс, а что это за рыба? Ого, красота какая вообще, чудо. Класс. Вера, будешь фаррел есть? Нет. Чего? Я вообще рыбу не ем. Зря, очень зря. Мам, покачаешь меня на этой маке? Чудо. Скоро покачаю, сейчас хочу пройтись и скоро покачаю. Какая музыка, чудо. Обожаю такую музыку. Рома, как настроение? Нормально. Осталось одно ЦТ? Да, одно ЦТ. А результаты первые когда будут? Можно один раз. Ну, если первое было 12, то через 10 дней. Вот 22 пишу английский. А покажи мне, что там в мармитах. Я вижу, там есть грибочки. Ого, ребрышки, ничего себе. Пожалуйста. Красота какая. Смотри, Рома. Чудо. Класс. Давай, Рома, поставим вместе. Как-нибудь, может быть, туда. Может, грибы сюда поставить, а рыбу туда. Леон спит. Тут уже вон вовсю лук. Что у нас ещё? Это огурцы, наверное. И обычно привычный рейд. Это, я не знаю, наверное, горох? Это, наверное, горох. Мама, это горох? Да, это горох. А это фасоль спаржевая, да? Мам, сними у бабушки клубничку. Клубничку, хорошо. Сейчас сниму. Это перцы. Это помидоры. Что-то немножко, хоть немножко нацветут. Клубничка. Видите, какой специфический сорт. Очень вкусная такая белая клубничка. Я знаю, что там ещё есть. Пойдём. Посмотрим ещё клубничку. Вот ещё у нас клубничка, да. Вот тут всё. Руккола. Это, наверное, кабачки. В самом кустике, посмотрите. Угу. Вон в самом кустике, посмотрите. Видите? Мам, я по клубничку. Сорву одну. А вон чёрная смородина уже зреет. Чёрная смородина. И вы, кстати, сливы должно быть много в этом году. Ну сорви, помой себе. Что у нас тут ещё? Пионы уже отсвели. Было много пионов. Хринок поспевает. Вишенка совсем молодая, но уже есть ягодки на ней. А вот жасминовый куст, но тоже уже отсвёвший. А видите, вот пёды здесь. Вон ещё чёрную смородину сюда родители пересадили. Гамак наш любимый висит. Ой, лето. Чудесная пора. Сегодня замечательно распогодилось. Как мы решили выбраться, так и к родителям сюда договорились, что встретимся. Боже, посмотрите. Вот это, конечно, просто сказка. Феерия. Такого мамы никогда ещё не было, чтобы роза цвела вот так. Ну, у меня нет просто слов. Обалдеть. Надо ещё подойти понюхать. Ой, класс. Вообще обалдеть. Какая красота. И при том, что ведь кадр этого не передаёт. Того, как оно есть в натуральной жизни, просто меня завораживает всегда. Природная красота. Вот я задумывалась уже не раз о том, что если ехать куда-то отдыхать, какой-то горы, что-то смотреть, меня куда больше привлекает не достопримечательность, не архитектура, а именно что-то природное, натуральное. Что-то то, что не создал человек, а что мир нам подарил, что можно пропустить через себя, но что не можно понять своей сути до конца, потому что нам это не подвластно. Это природа, это вот эта мощь и энергия, которая очень многим определяет и может нам показать, насколько мы малы, как оно и есть на самом деле. А вот это вот такие ёлочки, которые часто используют в букетах. У меня они социруются с детства. У нас раньше было очень-очень много вот этого растения. Не знаю, как оно называется. И тут, кстати, часто жили жуки-пожарники. В детстве я их очень любила, они мне почему-то импонировали. Тут у нас малинка. И тоже, кстати, вроде будет немало ягодок. Ого, смотрите-ка, уже даже есть первые малинины. Класс. Думаю, что скоро уже будем садиться за стол, поэтому побегу я, возвращусь ко всем своим. Поздравлять. Поздравляю. Хорошо. Рома? Да. Мы к тебе пришли не с пустыми руками. Наконец-таки у нас выдалась возможность тебя поздравить поздравить с такой классной датой. У тебя начинается новый этап в жизни. И я хочу, чтобы он тебя одарил силой, абсолютно новым пониманием этого мира, всего, что происходит с тобой вокруг, чтобы ты был счастлив, встроил свою жизнь сам и был абсолютно вдохновлен тем, что происходит в твоей жизни. Мы тебя любим, мы тебя поддержим и всегда будем рядом. Спасибо. С днём рождения. Вот тебе наши подарочки. Спасибо. Галерея, галерея. Идите сюда. Подожди секундочку, ещё кое-что осталось. Всё, отхожу в сторону. От моих. Спасибо. От меня. Спасибо. Это вам от меня. Со второго доброго Кьюева. Спасибо. Все мы зачастили. Спасибо большое. Так, теперь надо всё посмотреть повнимательнее, поаккуратнее. Мама, у меня сколько белого? Это ты, скорее всего, крапивой обожглась. Похоже на то. Какая-то черная. Она чёрная, вот там вот внутри, и это ещё синий стержень к ней. То есть, чтобы у тебя была возможность и чёрного, и синий. Это типа в неё можно разные стержни вставлять, да? Да, да, да. Можно покупать разные стержни и вставлять, да. Она просто как бы... Я думал, что в ручках Малескин один раз закончил, сразу выкинул? Или как? Я никогда ими не пользовался, так что нет. Спасибо. У меня тоже была такая ручка всё время. Что там такого-то ручка? Пока её не сгрызли. Нагеразовая, можно стержни в ней менять. И при чём сгрыз? Да не будем говорить. Не животное сгрызло, скажем так. Как могло бы быть ещё понятно. Складывай. Ну подожди, дай посмотреть. Мне же интересно. И мне интересно. И тебе интересно, да. Что-то кушать хочется? А льёночек наш маленький тут в тени слива спит. Спит малышечка наша. Рома знатно отобедал и теперь решил прилечь. Расскажи мне, как тебе биф Веллингтон? Очень хорошо. Я его любил. Это как макнифицированное блюдо, которое я никогда не забуду. Как это сказать? Я так рада порадовать тебя. Я так рада. Я так рада. Я так рада, чтобы поплесить тебя. Я так рада. А наш бедный колодный ребёнок ест батон. А как тебе мяско, которое я сделала? Ты его пробовала вообще? Кислое. Ну, наверное, кислое, потому что ты со своим гранатовым соусом его ела. Правильно? И софт кеткаю этим соусом. Это уже чукча. Чукча-дрюкча. Помню, как я вас снимала. Таких крошечных на этом гамаке. Ты уже вон вымахала, футболистка. У него второй класс пойдёт. Сеня, спокойнее. Тебе это разрешили брать, Сеня? Тебе разрешили? Это какой-то груз. Сеня, не трогай. Это опасная вещь. Это дедушкин. Вот такая говядина получилась внутри. Уже, конечно, знатно распотрошённая. Но вот тут есть и дюксель, и пармская ветчина, и говядина. Говядина получилась well done. Тесто очень классно, кстати, сочетается со всем этим делом. И все внимательно смотрят, что я снимаю. Все что-то там, да. Нож упал. Так. Ты с мясом разговаривала? Да, я разговаривала с мясом. Слушай, а розыгрыша так и не было ещё? Розыгрыш был на этой неделе. Вот так вот ты следишь за моим каналом. Ну, к сожалению, да. Пролетарии всех стран, да? Да. Но я тебе скажу, что никто из выигравших не отозвался. То есть я не знаю, что делать с этими подарками. Кому их дарить? Потому что, по идее, все те, кто выиграл, должны были бы как-то отметиться и написать, что о, да, я тут, пришлите мне туда-то подарок. Но ещё никто не написал. Я не знаю, когда кто напишет. А там их координаты какие-то? Координаты никаких. Там их просто ник. И их ник я показывала и озвучивала в процессе розыгрыша. А ты им что-нибудь послать можешь? Тук-тук, типа, вам приз полагается. Ну, по сути, может быть. Может быть в... Ну, по-моему, на Ютьюбе уже отключены личные сообщения. Но только если не отключены ещё личные сообщения, то зайти на их аккаунт в Ютьюбе и написать им личное сообщение. Это единственный вариант. Может быть, я так и попробую сделать. А у меня-то на Ютьюбе нет личного аккаунта. Как это нет? Ну, ты же у тебя же есть... То, что я зарегистрировалась... Ну, то, что я зарегистрировалась... Ну, ты же у тебя есть профиль. Причём здесь размещаешься. У тебя есть профиль, и ты можешь лайкать, подписываться, правильно? У тебя есть свои подписки. Вот это вот. Кстати, выиграл один приз наш сосед с первого этажа. Вот это совпадение прикольное. Но он тоже ещё не отозвался. Но до него я приз донесу. Ты можешь к нему прийти? Я просто не знаю, в какой он квартире живёт точно. Знаю, что на первом этаже. И знаю, что с нашей стороны. Он говорил, что с нашей стороны. Ты лучше похудел меня тоже. Ой, дай бог. Ну, ты знаешь, какие-то... Кажется, плечики кучи. Ну, скоро пойдём, наверное. Перед чаем. Может, Олеша, не попудём? Я не знаю. Так внешне он обычно, мне кажется... Что-то спортом занимается. У нас такая площадка есть. Он работает много. Мне кажется, в целом по телосложению он обычный. Вот я могу так сказать. Кормить его пытаюсь, но он не всегда соглашается. И что он? Голодный ходит? Мало ем, много пьём. Чего, 2 литра же 50 в день или что? Мам, покачаешь на майке? Сейчас покачаю. Крадьяк, писки, абсент. Где ты абсент берёшь? Вчера ваша дочь тоже накидалась. Три рюмки лопнула. Три. Я путаю его. А что запрещено? Абсент? Или вы его наберёте? Берём, варим. Собираем полынь, фенхель и варим. Заболтались там, и рюмки пролопнулись. Ну и он просто поджигается. И я не знаю, может он в железной всё-таки таре должен поджигаться, но это делал Егор. И в итоге рюмки всё-таки лопнули. Да. Три. Но это вот последний раз. Ты муравьёв лечишь или что там делаешь, сынок? Да, ты. Я муравьёв. Я муравьёв. А ты лежишь в детстве в муравейник палочку не засула? Чтобы прорезать или попу? Да. И потом кислая палочка. А я так никогда не делала, к слову. А мы... Несунь маме червей... Что ты мне делаешь, Арсений? Нормальней всё? А шлями брызь начать делай. Покажи мне, червячка. Что ты, Маша, такая, богатая? Червяка-собирательница. Там Рома, я так смотрю на ноги и думала... Ну, я думала, что... Что это? Кто там? Поела внутрь. Что делать с людьми? Я же другого плеку. Думаешь, нам нужен другой ещё? Да. После прекрасного, сытного летнего обеда, ну или ужина, но скорее даже обеда, мы пришли на школьный двор. Я здесь не училась, здесь училась моя мама, вон со спиной, вы видите, такая футбольная... Подождите, где она? Потеряла я её. Вон там вот, да, футбольная, баскетбольная площадка. Там специальное покрытие. Дети с Лёшей, с Ромой, со Стасом хотели поиграть в футбол, но там занято. Мы взяли, конечно же, с собой Леончика, он уже проснулся, да, голубой глазый человек. Скажи всем привет. Как ты морщишь носик, покажи им. Так. Не нравится тебе камера? Чего это ты такой грустный, нет? В общем, ребята теперь играют. Вон, видите, просто на пуске. Я вижу, что Стас зарядил стенки. Что-то там то ли в глаз, то ли куда. В общем, уже какие-то расстройства пошли у пацана моего, блондина. Но ничего, сейчас потерпит, пройдёт и будет играть дальше. Дети очень любят этот школьный двор. Ещё когда мы жили на затишке, вот здесь у моих родителей, то мы с ними постоянно летом ходили сюда. Они здесь обожают, когда жарко, бегать босиком. Сейчас будут чуваки играть в футбол, и я думаю, что я к ним присоединюсь, потому что я тоже, как я вам уже рассказывала, футбол играть люблю, и есть для меня в этом своя прелесть. Вот так вот круто розы смотрятся с улицы. Ещё никогда они так не цвели. Да, папа, никогда так розы не цвели активно? Прям вообще. Что, интересно, на это влияет? Количество тёплых дней? Сейчас же как-то в мае было тепло довольно. А ты подвязываешь их? Ну. Смотрите, какой торт испекла мама для Ромы. Это красный бархат. Те, кто знает меня давно, знают, что я тоже в своё время очень-очень любила печь торты и тоже их декорировать красиво. Торты. У меня в инстаграме даже есть специальный хэштег для моих тортов. Правда, я их сейчас делаю очень-очень редко. Как-то нет у меня вдохновения на это дело. Но Гены пальцем не раздавишь, и вы теперь понимаете, в кого я такая любительница выпекать торты. Вот такой вот он красивый, большой, да. Мама так красиво его украсила. Чуть позже я вам покажу его в разрезе. Ну, давайте верить. Почему у меня такой торт? Он же высокий этот торт. А потом будет другой. Что, если ты живешь большой торт? Вот если будет мало, ты сможешь себе ещё попросить. Вера, ты не поняла, вот этот кусочек тебе, а это всем остальным. А тарелку кто-нибудь подашь? Как-нибудь поможет. Ого, прям сколько там коржей, Вера, посчитаешь? 18. Нет, не 18. 6. А где мне вилка? Ложка у тебя есть в чашке. Ёжик такой, видишь, тут ёжик. Ёжик. Кто у меня будет в помощниках? Вера Алисеевна. Все такие молчаливо, улыбающиеся. Спасибо, дочь. Мне небольшой, я с удовольствием очень хочу, но боюсь, что не вмещу в себя. Я вообще не режу, потому что я не знаю, как... Ты тоже хочешь торт? Ёжика хочешь? Давайте ещё к ней. Бук, ты же любишь делать бук. Бук, она, бук, она, бук, она, бук, она, бук, она, бук, она. Иди ко мне. Ты супермен? Да. Сеньки давай. Иди ко мне. Слушай, мама, ну очень красиво. Легко резались коржи? В принципе, да. Только знаешь, что когда есть... Да, сейчас возьми. Совсем-совсем ровными. Но у меня они все равно не получаются совсем ровными. Вера, ну как ты? Если бы в духовке было выпечено в хорошей, наверное, ровной этим... Скажи деда! Скажи деда! Скажи деда! Вера, а как тебе? Деда. Заргут? Деда. Деда. Ты умеешь, говорит, деда? Умеешь. Я знаю. Вы как дети разных народов. Леон такой светленький-светленький, как я. Дай палец свой. Все, Роме. Девочки остались. Где палец свой? Вы пришли. А где, Сеня? Моет игрушки. Смой свои игрушки. Скажи, как ты научился делать. А индейцы, как делают тлен? Съедобно? Да очень вкусно. Реально. Обалденно. Как, Леша? Смотри, Маша. Давай. Водон, вон, 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 вон. Водон, вон, вон, вон. Очень, конечно, жаль, что хорошо, да? Конечно же, хорошо. Сейчас я возьму, все, не плачь. Так, тебе хочется тоже тортиком? Мам, нету заряда. Я знаю, но он не выключится еще. Тебе хочется сладенькую дам? Мам, ну дай мне турники. Я вам турники хочу дать. Можно мне, пап, камеру держать? Можно, пап? Мне камеру подержать. Ссылач. Можно? Только сильно, не же крепко. Мышцы там такие. Не, руками не дергайся. Немцы проиграли мексиканцам 1-0. Ничего себе немцы мексиканцам. Может, Верыч, не может, чтобы мы вдвоем с Леоном попадали, не только Леон? Классно. Сейчас хожу, проиграю. А вот вы ставите, кто выиграет чемпионат мира? Ничего знает. Ну, давай тебе и ты режу. Очень разные взгляды. Я хочу, чтобы англичане, но они, скорее всего, проиграют. Я тоже хочу, чтобы англичане. Многие на бразильцев ставят. На бразильцев либо на аргентинцев. Нет. Я не буду ставить на них. Бразильцев 5-0. Ты же большой. А ты на кого, папа? А мне, Таран, кто-нибудь исполнит или пельгер? Мы уже дома. У нас получился замечательный семейный день. Очень вкусный обед. Все очень приятное, летнее. Я сейчас немножко прибитая, потому что мне, не знаю, возможно, из-за переменной погоды. Вчера было еще очень-очень холодно. Градусов 16. Сегодня, не знаю, днем температура, ну, наверное, до 5-ти поднималась. Возможно, из-за этого у меня жутко разболелась голова. Но, к сожалению, дома у меня еще ждут дела. Уже начало 10-го. В общем, нужно как-то собраться силами. Всем хорошего дня. У кого утро, у кого вечер, у кого день. Передаем вам привет из теплого, солнечного, летнего Минска. И совсем скоро увидимся с вами снова. Пока-пока. Бай-бай. Ну, ты еще лет не говорила бы. Подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Камон. Субтитры сделал DimaTorzok